Серьезное беспокойство вызвало падение Молдавского лея. Нацбанк говорит, что никакого кризиса нет. Но наученные горьким опытом 2015 года, люди серьезно паникуют. Чего только не пророчат нашей валюте. Дескать, после Пасхи случится обвал. И за 1 евро будут давать 25 леев, а за доллар 19. И виной всему, не поверите, политическая нестабильность и отсутствие работоспособного правительства. Так поспешили заявить некоторые СМИ. Ну а я доверяю экспертам. И все эти вопросы намереваюсь задать именно им. Вы смотрите программу «Делаю принципы». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И мне особенно приятно, что говорить на эти темы будут очень известные эксперты, экономисты. Вячеслав Иоаннице. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Поясик. Иван, здравствуйте. Цитата. Есть небольшие расхождения между спросом и предложением иностранной валюты. Сообщили в Нацбанке в связи с девальвацией леев. Вот, честно говоря, граждан это мало успокоило. А вот вы как объясните падение молдавской валюты? Господин Иоаннин. Ну, как бы, давайте начнем с того, что я заметил и весной прошлого года, написал, что, не знаю почему, к сожалению, но в предвыборный год, в зоне выборов у нас на валютном рынке происходят чудеса. И это уже несколько лет просматривается. Я даже нарисовал график и для более понятного написал 2009, 2014 и 2019 годы и показывал, когда у нас происходят чудеса на валютном рынке. И подразумевал, что в этом году тоже произойдет. Что происходит у нас? Значит, возьму чуть-чуть из теории. С 16-го года до 18-го года до августа месяца у нас продажа валюты была больше, чем спрос. То есть спрос был меньше. И у нас избыток валюты на валютном рынке достигло 740 миллионов долларов за этот период. И Нацбанк приходилось покупать валюты, потому что наш лей очень сильно укреплялся и бил по нашим экспорту. Уже с ноября, но самое сильное, декабрь, январь, февраль. И думаю, сегодня у нас будут данные по марту. Пока нет по марту, но вечером сегодня, наверное, будут. Я примерно представляю, сколько и по этому месяцу. Но вот за эти три месяца дефицит валюты на валютном рынке 250 миллионов долларов. То есть спрос больше, чем предложение. Почему это происходит? Есть две причины главные, их много, но две причины. Одно из них, что люди все равно, когда выборы в основном бизнесмены чуть-чуть напрягаются, у них возникает ощущение, что что-то может быть не так, и они заходят в валюту. То есть свои сбережения из леев переводят в валюту, включая в банках. Если вы посмотрите, даже по банкам это видно. И поэтому вот этот спрос на валюту, Национальный банк что сделал? Они очень сильно, я даже написал об этом, то есть перегнули палку, очень сильно продавали валюту в январе и феврале. И получилось так, что в условии, когда дефицит валюты, лей вместо того, чтобы чуть-чуть ослабиться, он наоборот укрепился. И вот что получается, что это как рызынь, когда ее натягиваешь, и когда лопнут по лицу, неприятно. И вот лей в декабре он был на нормальной позиции. Если бы его мягко, вот январь, февраль, март, апрель, мягко его так позволяли удешеветь по 1% в месяц, люди это даже не знали, мы сегодня бы здесь не беседовали. Потому что лей чуть-чуть держали сильно, ну не чуть-чуть, но держали. Сейчас в апреле месяце что произошло? То, что он не самый страшный, что он дошел до этого уровня, потому что это уровень прошлого года, когда мы начали год. Самое страшное, я назвал этот валютный стресс, но люди говорят шок, ну как хотите, ну валютный дискомфорт, да? Что означает? Я даже тому, что я видел за несколько лет, я заметил, что если валюта колебается в течение одного месяца на уровне 1,5%, то люди это не видят, вообще нету. А у нас сейчас вот за эти 2 недели, уже 3 недели, скачок валюты было, вот на деле окончится это, будет еще хуже, в 5 раз больше, чем за последние 3 года. Вот представьте себе, 3 года люди знают валюта, то ли укрепляется, то ли идет, но идет какой-то коридор, а здесь резко ее амплитуда в 5 раз больше. И вот люди напряглись. И поэтому я все время, моя рекомендация к Нацбанку, ребята, ваша задача реально не следить за курсом, ваша задача. Лей, все знали, я знаю, Нацбанк знает, что сейчас дефицит валюты, все знают, что лей должен в какой-то мере удешевиться. Но ребята, делайте этот процесс интервенции на валютном рынке, продавайте валюту, потому что вы 3 года покупали, сейчас продавайте, чтобы валюта спокойно двигалась в свою точку, где нужно двигаться, чтобы люди не напрягались. Вот все это напряжение в обществе связано с тем, что валюта сейчас скаканула в 5 раз больше, чем в среднем за последние 3 года. Господин Пойсик, я это понимаю так, что власть накануне выборов, очевидно, пыталась достичь той самой стабильности, да? То есть, чтобы курс был вот таким вот стабильным, чтобы, не дай бог, у нас лей никак не начал шататься, и получается, что держали этот курс. А то, что вот произошло после выборов, это то, что мы сейчас с вами наблюдаем, так? Ну, частично так, может быть даже в значительной мере, но здесь есть три основных причины. Причин много для поддержания курса. Главная причина, я просто, чтобы телезрители понимали, значит, курс, это валюта, это ресурс. Когда он в избытке, он дешевеет. Когда недостаток, он дорожает. То же самое инфляция. Когда предложение денежной массы больше, чем колеса товара, инфляция растет, когда сокращается. Чтобы дальше было понятно то, о чем я говорю. И вот когда случился кража миллиарда у нас, вы знаете, да? Была достаточно большая паника. И попытка скупить валюту, вернее, вбросить валюту, чтобы удержать курс, не давала результатов. И они пошли на беспрецедентное увеличение нормы резервирования коммерческих банков от суммы привлеченных средств. Значит, и на сегодняшний день эта норма резервирования составляет 42,5%. При норме 8-10. Такое никогда не было в Веселом Милдове. Да, я просто вот вспомнил, вот Вячеслав был депутатом, он это помнит. Когда в 2009 году там был мировой финансовый кризис и валюта тоже закачалась и тоже пытались как бы бросить валюту и видели, что не хватает, тогда Толмач принял решение беспрецедентное. Тогда они увеличили норму резервирования до 22%. И тогда нынешняя власть, тогдашняя оппозиция, она буквально истошно кричала, что коммунисты убили национальную экономику. И вот у нас, но прошел год, и мы опять пришли к 8% нормы резервирования. Здесь же прошло уже больше 4 лет и по-прежнему, вот на сегодняшний день 42,5%. Были колебания 40, 42, сейчас 42,5%. Это первый момент очень принципиальный. То есть резерва, резерва сегодня для того, чтобы выкупить деньги. Попытки есть, вот то, что мы говорим, что мы делаем, Национальный банк делает интервенции и частично вбрасывает валюту для того, чтобы понизить. Это первый момент. Второй момент очень принципиальный. Он связан с внешним фактором. Это то, что у нас кардинально сократились денежные поступления наших соотечественников. Как официальные денежные переводы и, соответственно, понизились и то, что меняется в валютных кассах. И вот здесь я просто приведу пример, потому что валютные кассы не отражают. Потому что у нас обычно где-то из тех денег, которые входят в Молдову, примерно 30-40% это наличка в карманах. Потому что валютные кассы, как обычно, это всегда будет. Это можно и доказать, что так будет. Нет, а вы берете сальдо купли-продажи и сравниваете с это тоже. Перевод 1,3 миллиарда, продажа 2 миллиарда. Да, да, да. Вот, вот, правильно. И вот смотрите, что у нас было в валютных кассах. В январе прошлого года 156 миллионов, в январе этого года 131,6. В феврале 129,6, в феврале этого года 85,7. Причем очень интересный момент. У нас обычно всегда продажи в валютных кассах, в валютных кассах всегда выше, чем официальный денежный перевод. Всегда. Был только в феврале 15-го года, когда этот был кризис большой, там получилось, что был с минусом. Так вот у нас в феврале этого года минус 3,7%. То есть люди испугались уже, уже деньги в валютные кассы не несут. Бизнес просит деньги. Да. И теперь то, что говорил Вячеслав по поводу спроса и предложения. Вот смотрите, если у нас в сентябре предложение физическими лицами, то, что они вбрасывали, и то, что хотели юридические лица купить, значит предложение физических лиц было 114,2%. В октябре 102. И так оно понижалось, потом перешло вниз. Значит в январе уже 61,2%, получается 39% дефицит уже. А в феврале 47%, то есть уже 53% дефицит. А в денежном это почти 100 миллионов долларов нехватка. Вот. Вы понимаете, да? Это серьезно, да. То есть люди не продают валюту, а бизнес хочет купить. Возникает дефицит вот за 3 месяца, извините, чтобы проценты за 3 месяца, вот дефицит валюты. То есть люди валюту продают меньше, а бизнес хочет больше, потому что он переживает. И вот разница между продажей и покупкой 250 миллионов. За 3 месяца 240, еще за ноябрь месяц, потому что она сейчас в январе 10 миллионов. И вот у нас 250. Сегодня будут данные по марту, и мы узнаем в марте. И третья причина, которая опять рукотворная, да, то есть я то, что говорил, что количество леев на рынке, оно резко выросло. За счет чего? Мы знаем, что мы подняли зарплату, подняли пенсии, там, правда, есть определенные проблемы, другие социальные выплаты. В результате этих денег не было в бюджете, да, и... Мы об этом тогда еще говорили, но тем не менее. Значит, выпустили государственные цены бумаги, да, и за декабрь, то есть если у нас внутренний долг вырос за весь... В 18-й год вырос на 480 миллионов, в декабре он вырос на 400 миллионов, и за 480, и за первые 3 месяца этого года еще на 400 миллионов. То есть 800 миллионов бросили в экономику. Понятно. Вот это третья основная, как бы, причина. И сегодня, сегодня проблема заключается в том, что может не хватить валютных резервов для того, чтобы... Потому что начинаются уже элементы паники, то есть люди чувствуют, что вот, как бы, есть проблемы, да, а повышать норму резервования уже нельзя. А для того, чтобы, как бы, стабилизация, надо экономику запустить. Ведь если деньги вы вкладываете в бизнес, деньги вкладываете в бизнес, кредитный ресурс и так далее, бизнес, то это не влияет на инфляцию. А если вы сразу бежите в валютную кассу и покупаете доллары, либо... Если вы говорите сразу, что нужно запустить экономику, то я тут же моментально начинаю понимать, что это очень длительный процесс, и вряд ли он... Так, все 10 лет, все 10 лет... Да, да, ситуация, мягко говоря, очень серьезная. Чтобы вот за запуском экономики. Еще один фактор, который повлиял, что произошло в прошлом году. Хороший, но он, потому что наша экономика такая, он к нам повернулся как-то не очень. Люди в прошлом году первый раз так резко начали взять кредиты потребительские. 1,1 миллиарда, вот за один год. До февраля, если у нас кредитование падало, а с февраля растет. А кредиты в леях вы имеете? В леях, да, в леях. Да, в леях. Но люди взяли кредиты потребительские в леях. Что человек покупает? Холодильник, стиральная машина, телевизор. Бытовую технику. Все это импорт. И вот 1 миллиард леев, которые не заработанные, а кредиты из банка, которые сидели в леях, пошли на магазин. А из магазина, где они пошли? На валютный рынок. И нужно было закупить валюту. И поэтому получается, что у нас сейчас возник спрос на импортные товары потребительские, которые, кредиты взяты в леях, а их заводятся в евро. И вот у тебя, в долларах, и вот у тебя получается 1 миллиард леев, пошли тоже на валютный рынок. И вот все это привело к тому, что привело. И на сегодняшний день, в 2008 году, я напомню, тогда интервенция нацбанков, для того, чтобы поддержать лей, потратили 1 треть резерва с 1,8 миллиардов до 1,2. То есть 600 миллионов долларов потратили нацбанк. Сейчас, я думаю, что ситуация не такая сложная, как была тогда. Сейчас тогда был внешний фактор. Потому что тогда, вы помните, у нас спали. На сегодняшний день, для того, чтобы решить вопрос, в долгую нужно с экономикой. Но в короткую, что можно делать, я думаю, что самое главное сейчас восстановить нормальные взаимоотношения с внешними партнерами. Потому что в данном случае, а еще один, что произошел в прошлом году, у нас, потому что цены на энергоресурсы начали расти, у нас дефицит торгового баланса увеличивался более чем на 400 миллионов долларов. И вот дефицит этот, ты какой-то, ты должен что-то перекрывать. А он возник, и включая по тому, что у нас люди кредитуются. Вот все это привело, и сейчас, чтобы быстро решить проблему, нужно восстановить нормальные отношения с партнерами, чтобы у тебя, кроме, в Молдове что заходит? Деньги от экспорта, деньги от гастарбайтеров, граждан и кредиты. И поэтому у нас сейчас, вы не сказали, но в первые месяцы у нас правительство пришлось еще и одолжиться, чтобы возвращать внешние кредиты, потому что нам не дают, а ты должен давать. И вот все это вместе взяли и создали напряжение на рынке. Я хочу, чтобы вы вот сейчас четко очень сказали, понимает ли власть всю серьезность ситуации, в которой оказалась страна? Потому что те моменты, которые пытаются в этой связи она выделить, они как-то не очень, честно говоря, убеждают. Мы видели, как провластные СМИ пытались объяснять в первые дни то, что происходит. Политической стабильностью. Да, да, нет правительства, потому вот у нас падает лей. Понимает ли правительство для начала, что происходит? Конечно, это мычно делается. Так, поясняйте. Значит, смотрите, вот они увеличили заработные платы, да, люди пришли, получили в декабре, январе, феврале повышенную зарплату. Мы говорим о бюджетниках, а потом им говорят, это перед выборами, когда люди шли голосовать, а потом им говорят, ребята, вы учите, это было даже раньше, как бы было решение, о том, что вакансии 2019 год не занимаются те, которые есть, первое. И второе, вы имеете в виду, что у вас денег, денег на уровне, то, что как бы по бюджету было заложено, то есть роста нет. И сегодня у бюджетных организаций многих это деньги до сентября, до августа, до сентября месяца. Поэтому сейчас идет массовое сокращение пенсионеров, массовое сокращение пенсионеров. Кто был на полторы ставки, переводят на ставку, да, то есть вот ужимается, и все равно куча проблем. Об этом никто, кстати, не говорит, Вячеслав. А почему? В госбюджете, если вы прочтете, просто люди не читали, если вы посмотрите в записку госбюджета на 2019 год, они сказали, потому что они зарплату повысили, а деньги не дали, дали только 5-6 процентов, самый маленький рост фонда заработной платы за последние годы в условиях самой высокой повышенной зарплаты. Я написал об этом, откуда деньги, да, и они написали честно, что у нас было 68 функционалов публич, 68 тысяч, и мы снизим их до 60 тысяч. То есть они честно написали в своей записке. Нужно здесь признаться, что не все, это не означает 8 тысяч человек, потому что есть, как господин поиски, есть вакансии, есть люди, которые работали на полторы ставки, есть люди, которые пенсионный возраст, но они честно в, как это, в, как называется на русском, ну это информативы, в информационной записке, они честно написали, что вот у нас 68 тысяч, и мы снизим, потому что в Министерстве финансов нужно сказать, что там работают все же такие люди подготовленные, они не могут себе позволить, политики об этом не говорят, но люди из Министерства финансов, они все честно написали. Вы понимаете, одно дело, когда у вас в премьерии сократилась численность людей, вот это, это одно дело, но когда в ВУЗе у вас вот таким образом порезали вам, и человеку сначала объявили, что повышается зарплата, потом говорят, парень, все, закончил. Вы понимаете, у нас модно в бюджеты закладывать внешнее финансирование, доходы, если мы вообще эту тему так затронем, да, доходы от приватизации, потом, потом что делаем, а потом пересматриваем бюджет, потому что денег этих нет. Я не ответил на ваш вопрос. Давайте по очереди. Я просто по поводу бюджета не могла удержаться. Здесь, вот учитывая опыт вот тех мер, которые принимаются периодически со стороны демократической партии и так далее, я думаю, что это специально расставленные силки. Сказали, вот видели, как обыватель понимает, зарплата росла, пенсия росла, вот это мы решали, это решали, все решали, теперь нас нет, вот мы не у власти, неопределенность. И никто ничего решить без нас не может. Не может, да, все плохо. Так. Вот, то есть это специально... Ну, политики так и должны делать, между прочим. Не-не-не. Но если, да, я шучу, но если возвращаться к бюджету, да, то должен сказать, что у нас в Молдове создалась традиция, это было и во время коммуникации, все время, первое, что социалка, это пенсии, зарплаты и все остальное урезается. То есть, если возьмем по 2019 году, то это было уже последние пять лет, правительство, это было видно в 2015-2016 году, это было видно в 2009 году, когда мы пришли тогда в власти. Первое, что режешь, это режешь инвестиции. И получается, что социалка, как бы ты решаешь вопросы, потому что дороги и больницы не выходят на протесты, да, но без инвестиций, мне недавно дал большое интервью по этому поводу и объяснял там людям, что социальные вопросы нужно решать. Без инвестиций ты выживать можешь, но развиваться не можешь. И вот самое обидное, что когда ты не даешь деньги на инвестиции, это не видно сразу, вот не видно, что ты убиваешь свою страну. И вот это, поэтому мое еще опять мнение, без внешнего поддержки мы, к сожалению, развиваться не можем. Выжить можем, развиваться нет. Я хочу, я хочу все-таки, я прошу прощения, я хочу все-таки, чтобы мы сейчас очень четко сказали, понимаете, когда происходит какая-то ситуация, в том числе и с Леем, в том числе и на валютном рынке, то мы же понимаем, что кто-то от нее страдает, а кому-то это выгодно. Я хочу, чтобы вы сейчас сказали, согласны ли вы с точки зрения господина Постяка, что вот выгодно власти, как политически, да? И второе, кому на самом деле еще выгодно вот такое падение Лея на сегодняшний день? У тебя есть ведь такие люди? Да, конечно. Ну, давайте возьмем игрока. С властью вот вначале, да? Вот скажите мне. Ну, власть как? Они сейчас, нужно здесь сказать, что все-таки у нас валютные проблемы возникают именно в период выбора. Уже как-то это интерпретируешь, что говоришь, потому что у нас нет правительства и так далее. Это уже политики интерпретируют. Но реально возникают проблемы во время выбора. Мы должны это признать. У нас вот уже, к сожалению, к сожалению, происходит несколько раз. Но теперь есть, на самом деле у нас в Молдове, я думаю, что есть игроки на валютном рынке, которые, зная все это, зная, что вот у нас праздничный, зная все-все-все-все, может быть, имея какую-то защиту у власти, я это не могу сейчас утверждать, они играют на валютном рынке и зарабатывают. Они знают и работают на панике. Это было в 2015 году. Да, тогда даже бюджерасследование провели и сказали, кто нажился тогда на 2015 году. Один миллиард леев сняли с карманных некоторых, пошел в карман нескольких. Это произошло в течение двух недель. Лей упал официальный курс, я не говорю на валютном рынке, на валютной кассе, потому что там вообще был ужин. Но официальный курс 21 лея в течение одной недели поднялся до 24 за доллар, и в течение одной недели упал опять же 21. То есть такой скачок в истории Молдовы никогда не было. Кризис 98 года не был такой страшный. Там было просто два года, но он растянулся и так далее, лей упал в три раза. Но это просто в течение одной недели. Такой шок мы никогда не прошли. Потому что не было расследования, потому что никого не поймали, это можно еще повторить. А теперь если перейти к кому-то выгодно уже чисто экономически, да, без политики, ну скажу так, наши экспортеры, им это очень, вот сильный лей не помог. Вот вы посмотрите, наш экспорт рос в 17-18 год, половина года. Потом он затормозился, потому что сильное укрепление лея просто привело к огромным издержкам, финансовым издержкам для наших экспортеров. И вот сейчас чуть-чуть ослабление лея, это как маленький глоток воздуха для наших экспортеров. Для них это в плюсе. Теперь для кого еще в плюсе? Ну это их немного. В прошлом году 8 тысяч людей купили квартиру в ипотеку, взяли полтора миллиарда леев. Они взяли квартиру, купили в евро, взяли деньги в леях, возвращают в леях. И когда он сейчас сравнивает его квартиру в течение одной недели, подешевела на тысячу евро. Если она стоила 30 тысяч евро, то потому что курс сейчас поменялся, они бедненькие такие рады. Но таких людей, и люди, которые приходят на Пасху домой, когда он приходил со 100 евро, и он получал 18 тысяч, 1800 леев, а та за 100 евро получает уже 22 тысячи, то есть 200 леев выигрыш. То есть они выигрывают. Кто проигрывает? Импортер проигрывает. Мы можем проигрывать, потому что цены могут привести к росту цены. Могут. Но я не говорю, что произойдет. Почему? Потому что, во-первых, скачок небольшой. Во-вторых, помните, у нас лей укрепился, а цены не снизились. И поэтому импортеры набрали себе жирок, потому что реально импортеры, в прошлом году для них это был золотой год. Если для экспортеров это был ужасный год, для импортеров был золотой год. Они смогли импортировать за дешевые валюты, то есть сильный лей. И здесь они цены не снизили. И поэтому они как бы могут не поднять цены. Но ситуация, еще раз хочу повториться, почему мы сегодня собрались, просто потому что это скачок лея был намного выше, чем нормально. То есть, если бы Натбанк просто продавал валюту и держал, то есть курс валюты январь, февраль, март и апрель по одному проценту в месяц, мы бы сегодня не встретились и был бы тот же курс. У нас ведь как? Мало кто верит, что Национальный банк при сложившейся системе власти является такой уж независимым учреждением. Так, господин Польс? Точно. Да, точно. То, что происходит вот сейчас на валютном рынке, как вы полагаете, власть будет, что называется, до последней возможности как-то эту ситуацию нагнетать? Либо все-таки есть какие-то рычаги, которые позволят на эту ситуацию повлиять и чтобы не было вот у людей паники? Нет, рычаги есть. Но я просто продолжу то, что говорил Вячеслав, я просто приду пример, что за те одну-две недели валютные спекулянты заработали больше, чем за целый год. Почему? Потому что когда валюта стабильна, то разница, допустим, за 100 долларов, там трилея покупка-продажа. Это называется спредом. А когда паника, там вот так вот разбегается. И поэтому он за вот эту неделю-две зарабатывает. Я просто хочу вернуться к вашей мысли о том, что вот если правда то, что демократы хотят показать, что вот без нас ситуация вот хуже, хуже и хуже, я хочу понять, вот способен ли как-то Нацбанк в это все вмешаться? Он уже отправлял сегодня. Сегодня лей укрепился по корзине валюты. Евро плюс доллар, лей укрепился. Просто он к доллару чуть-чуть подешевел, потому что доллар сам укрепился очень сильно по сравнению к евро. А это тенденция? Нет, сегодня они, они вчера сделали коммуникады прессы. Это евро укреплялся. Да, но если берешь корзину, то есть лей к обеим валютам, он сегодня чуть-чуть укрепился. Первый день за последние 17 дней. Потому что когда вчера Нацбанк дал коммуникации, как будет, пресс-релиз, я сразу понял, ну ребята, завтра все будет спокойно на валютной рынке, потому что Нацбанк не был бы Нацбанком, если после своего пресс-релиза не были бы действия. И вот сегодня у него было действие. Между прочим, это хорошо, потому что конец недели у тебя целая неделя будет впереди. И поэтому на завтрашний день у нас валютный курс, лей по отношению к корзине валют, к обеим валютам, он укрепился примерно на 5 бань. Сейчас повторюсь, к евро на 7 бань, а к доллару он упал на почти 3 бани. Но когда берешь корзину, получается, что лей чуть-чуть укрепился. Ну лей у нас чуть-чуть всегда укрепляется накануне Пасхи, накануне Нового Года. Да, это уже другой процесс. Сейчас я думаю, что Нацбанк. А вы думаете, все-таки дело в Нацбанке? Не в том, что наши гостармонки. Сегодня, сегодня, сегодня. Ну хорошо, убедили, пусть будет сегодня. В этом роль валютного спекулянта, как он зарабатывает? Это инсайдерская информация Национального банка. Он должен держать строжайшие тайны, когда он будет проведать интервенции. Но, наверное, существуют такие деньги, когда эта тайна может уйти. Понимаете, да? Это уголовно наказуемо, между прочим. Да, да. Сколько человек у нас пострадало за это? Да. И поэтому лей специально расшатывает, для того, чтобы, когда он дорогой, купить валюту, когда он дешевый, сделать обратную операцию. Это первый момент. Второй момент, чтобы, вот не надо путать всю валютную корзину. Значит, мы, Национальный банк, берет анализ за сутки прошедшие, там, по-моему, 12-30, 12-30, да, определяет средний курс по доллару. А остальное есть журнал Bloomberg. Да, я не беру тату. На два часа дня, и по нему по кросс-курсам, которые, допустим, евро к доллару, там, фунт к доллару и так далее, и потом просто механически пересчитывают. У нас ведется по одному курсу, да. Поэтому, когда растет доллар к евро и так далее, на это не надо обращать внимание, это проблемы Англии и Америки. Это мировые, мы скажем так, тенденции. И там относительно все стабильно, то есть, как бы, а вот главный для нас курс, показатель доллара. Доллар. Он просчитывается на пределы. Он говорит о ситуации внутри страны. Да. Да, так, я хочу спросить сейчас, вот, понимаете, как, паника не паника, но населению же вот в этой ситуации нужно что-то делать. Вы такие опытные экономисты. Что бы вы посоветовали людям? Спокойно. Спокойно, насколько можно, потому что реально спекулянты знали, что к Пасхе лей укрепится. И поэтому хорошо его чуть-чуть расшатнуть за 2-3 недели, и к Пасхе люди придут домой, будут менять валюту, лей укрепится. И бедные люди, которые нервы слабые побежали, купили, продали, останутся в минусе. И опять же, несколько шмекер на молдавском, не знаю, как на русском, просто заработают на переживания людей. И чтобы это не происходило, еще раз моя рекомендация, Нацбанк не должен следить за сильный лей, за слабый лей. Это не его задача. Не его задача. Правильно сказал. Это задача ценообразования, да. Правильно сказал. Но, все-таки, задача Нацбанка не позволить резкие колебания. Вот это реально задача Нацбанка. Резкие колебания – это проблема. То есть, не проблема в том, что лей или укрепляется, или, наоборот, дешевеет. А проблема в том, что это должно происходить мягко, спокойно, чтобы люди привыкли, чтобы люди не паниковали. Да. Господин Босик, у людей есть возможность на депозитных счетах свои деньги хранить в леях, в евро, в долларах, в других валютах. Что вы посоветуете? Учитывая то, что у нас происходит периодически раз в 4 года интересные вещи. Я всегда советую следующим образом, поскольку абсолютно большинство не профессионалов в валютных операциях, в рыночных операциях и так далее. И вы здесь никогда не выиграете, потому что у вас нет ни знаний, ни опыта и, наверное, дополнительной инсайдерской информации. Поэтому, ваша задача – не заработать на валютных операциях, а сохранить деньги. Поэтому разделите деньги, лей, оставьте то, что вам нужно на текущее, в ближайшее время, положите их на депозит, евро и доллар разделите примерно пополам. И положите в три банка. Вот это вас убережет, что если какой-то банк рухнет. А банк, скорее всего, он должен быть с иностранным капиталом? Нет, это у нас законно, мы должны признаться, что у нас это работает. Вот у нас сколько в банках не были проблемы, все время вкладчики… Все-таки несмотря… Вот закрыли же и банка зачала, и банки… При огромной краже, при огромной краже вкладчики получили деньги. Физические лица? Физические, да, у нас вообще все получили. Но у нас, должно сказать, что люди, слава богу, защищены от этого. История Молдовы показала, у нас было 37 банков. И вот сколько банков ликвидировали. Много, много за эти годы. Была проблема в 98-м, не скажу какой банк, хотя его нет. Интерпресс-банк был такой. Нет, которые были проблемы со вкладчиком, но все равно возвращает деньги. Банкосин? Хорошо, как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Потому что я читала некоторые прогнозы, говорят, что все равно лей будет падать медленно, но с течением года, вот как бы курс Молдавского лея будет падать. И если, кстати, вот верить вашим прогнозам, что поступления от гастарбайтеров у нас, да, с каждым годом тоже все меньше и меньше и меньше. То есть есть какие-то определенные тенденции, что бы вы выделили? Ну, тенденция следующая. У нас был рост до 2013 года. То есть я считаю, значит, три показателя. Сальдо валютных касс и перерост или сокращение депозитов физических лиц в иностранной валюте. Это те деньги реально, которые вошли в страну. У нас был пик 2,8 миллиарда в 2013 году. Значит, в 2015 году осталось 1,4, ровно половина. Сейчас мы вышли на уровень 2, там, с небольшим, чуть-чуть больше 2. Но тенденция опять идет сокращение. И это понятно. Причем я подчеркиваю, смотрите, у нас экспорт в прошлый год 2,7 миллиарда, да, а импорт 5,8. Ну, у нас, да, торговая сальдо, да. И экспорт у нас вырос на 15%, а импорт на 22%. Да, да. А импорт вырос на 22%. И это сальдо, отрицательное торгового баланса, оно закрывалось вот деньгами гастарбайтера. И второе, это внешним финансируем, внешними заимствиями. Значит, о том, что люди натурализуются за рубежом. То есть выводят свои семьи, окончательно покидают эту страну. Но это, естественно, как бы процесс, если мы самая бедная страна в Европе, то, наверное, не надо надеяться, что сюда побегут люди. Потому что люди и деньги бегут из страны. Вот то, что вы говорили о инвестициях, иностранной инвестиции, долгосрочные активы, очень сильно сократились в 2017 году, там, по-моему, 19% что-то такое, и процентов на 7% в прошлом году. Я пытаюсь понять, вот с курсом, вы не ответили, я сейчас вам предоставлю слово, вы не ответили по курсу, согласны ли вы с теми экспертами, которые говорят, что все-таки курс Лея будет падать в течение года? Нет, то, что будет падать, это однозначно. Вот смотрите, если мы хотим запустить экономику, то нельзя держать норму резервирования на 42,5%. Мы должны начать ее постепенно отпускать. Начнем постепенно отпускать, будут поступать деньги в экономику. Это приведет к повышенной инфляции и к падению курса. Но вопрос о том, какими темпами, как это идет. Здесь все разумно. Мы должны забрать деньги не для того, чтобы человек сразу получил деньги и побежал с ними в магазин или за услугами. А он должен получить эти деньги и направить в производство, строить завод, строить дом. Это старая проблема у нас, да. То же самое я хотел сказать, может быть повторюсь очень другими словами. У нас сидит сейчас на вес 28 миллиардов леев, которые банки не знают, что делать с ними. И вот эти деньги, Национальный банк стерилизует 42%, и мы платим за эти мертвые деньги по 600 миллионов леев в год, платим проценты. Эти деньги на вес периода независимости до 2014 года у нас объем депозитов и кредитов все время был почти одинаковый. Вот после 2014 года у нас депозиты выросли до 63 миллиардов, а кредиты упали. И вот сейчас вопрос, чтобы эти деньги нужно вкладывать в экономику. Начался он с вкладыванием физическим лицам на потребление. Это тебя убивает валютный курс. Поэтому этот на вес 28 миллиардов леев, это головная боль. Их нужно вкладывать в экономику, но они должны войти в инвестиции, в производство. В длинные деньги. А если они пойдут, как в прошлом году, в потребление, то это будет огромное давление на валютном рынке. Вот и вся сказка. И инфляционная. Да, и инфляция, и плюс валюта. Получается, вся эта прибавка заработка. То есть ничего хорошего мы с телезрителем... Нет, а почему? Мы дали совет. А, вы дали... Эти деньги, которые сидят сейчас, как, знаете, как... В мешке. Камень, да, камень, камень нашел. Мы дали совет, которому власть может прислушаться, может нет. Нет, но нашим, я так понимаю, молдавским гражданам нужно быть готовым к тому, что курс, все-таки, как говорит господин Пойсик, он все-таки будет снижаться. Вот мне важно, вы это разделяете или нет? По крайней мере, на сегодняшний день... Для оптимизма у вас есть какие-то... Есть, в смысле, что Нацбанк может делать это аккуратно, но тенденция пока очень четко прослеживается, что спрос на валюту намного больше, чем предложение. То есть это видно, это факт. Еще один момент принципиальный. Да, один, и будем завершаться. Наша проблема носит... Не проблема, потому что у Национального банка монетарные рычаги управления экономикой, а здесь одними монетарными рычагами не справиться. Здесь должен быть системный подход. Здесь должны работать власть, правительство и снародные. Да, это есть. То, что сказали. Потому что эти деньги, которые лежат, это не проблема Нацбанка. Он говорит, ребята, да мы их дадим в экономике, но что с ними произойдет? Потому что говорят, почему люди бизнес не берут на инвестиции. Ребята, не то, что они не берут, они свои 7 миллиардов леев за последние 4 года не инвестировали, поставили на депозиты в банках. Депозиты юридических... Деньги не работают, не заставляют они их работать. Я поняла. И последний момент, который во всем мире определяет деятельность власти. Увеличится количество рабочих мест, власть работает хорошо, сокращается. Просмотрите с 2008 года. У нас количество рабочих мест в формальном секторе, где люди хотя бы частично платят налоги и получают зарплату официально, идет к сокращению. У нас число населения с каждым годом все меньше и меньше. Да, к сожалению. И это тоже дадим. Но я тогда скажу больше, если вы говорите меньше. У нас за последние 10 лет численность учащихся в колледжах, профтехучилищах, в институтах сократилась почти в 2 раза. За 10 лет в 2 раза. Это ужасная цифра, если вдуматься. Не знаю, испортили мы настроение, наверное, нашим телезрителям данной взгляде. Ну, по крайней мере, я вам благодарна за этот откровенный разговор. Мы говорили и поднимали темы, которые, мне кажется, интересны на сегодняшний день всем. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин